МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат Кировской городской думы к нам придет. Михаил Викторович в прошлом году еще работал директором по развитию компании САХ. И сейчас активно освещает вот эту тему и вопросы мусорной реформы. Их накопилось достаточно много. Мы будем говорить и о строительстве мусоросортировочного завода в Осенцах, и о пресловутых контейнерах, и о тарифе, можно ли делать его дифференцированным, и занимаются ли этим сейчас депутаты и власти, будут ли заниматься в этом году, и сможем ли мы прийти к дифференцированному тарифу. И вопрос рекоператора, почему у нас один и немного, как в других регионах, мы тоже будем поднимать сегодня. Не знаю, будем ли мы подключать слушателей, обсудим это в перерыве. Попробуем подключить, простите, видеотрансляцию. Так что в случае чего можно будет задавать вопросы в ВКонтакте. В ВКонтакте. Трансляция ВКонтакте с Михаилом Шиховым во втором часе в 12.06 у нас начнется. В первом часе мы встречаемся с главным внештатным специалистом-диетологом Министерства здравоохранения Кировской области Ларисой Александровной Сидоренко. Лариса Александровна, добрый день. Добрый день. Надо сказать, что Министерство здравоохранения Кировской области, я подозреваю, что и другие министерства в других регионах этим занимаются тоже ежегодно, продолжают проводить для нас тематические месяцы здоровья, и каждый из них посвящен профилактике каких-то распространенных заболеваний и здоровому образу жизни. И, как интересно, январь посвящен здоровому питанию. Месяц обжорства. Мне кажется, что это специально, наверное, приурочили к месяцу, когда у нас множество праздников. Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение, Китайский Новый год. Вот что не праздник, то застолье. То еда. Да, что не праздник, то застолье. И я вот, например, набрала несколько килограммов. Не знаю, как ты, Даша. Я сегодня, на самом деле, принесла сюда пакет со всеми сладостями, которые остались. Ольга Балезина взвыла беспомощно. Наши фредактор новостей. Да, мы его спрятали в ящик, так что, наверное, его ещё месяца на полтора, мне кажется, хватит. Кстати говоря, удивительная история. Мой ребёнок, которому сейчас исполняется уже 13 лет, она в этом году впервые на сладкие подарки посмотрела равнодушно. А в прошлые годы вот эта гора конфет, которая высыпалась, она вот каждый день по 5-7 конфет. Вот так вот она распаковывалась. Не знаю, может быть, это возраст. Может быть, а может быть, и наши дети уже тоже задумываются о каком-то режиме питания. По крайней мере, мы, как родители, пытаемся свои усилия к этому прилагать. Но насколько, на самом деле, это здоровое питание и в головах наших детей сейчас уже хоть как-то присутствует, они об этом думают, мы сегодня тоже об этом поговорим. Но начнём, наверное, мы всё-таки, Лариса Александровна, с такой простой очень статистики по главным причинам смертности в России. И, наверное, не секрет, об этом говорили и здесь, мы очень часто в студии, что болезни сердца на первом месте стоят в России. Это так? Да. Второе место у нас занимает злокачественное образование онкологии. И, кстати говоря, исследования, насколько я понимаю, учёных очень злокачественных образований очень часто тоже посвящены режиму питания человека, да, и называются канцерогенные факторы, в том числе красное мясо называется канцерогенным фактором. Это, по-моему, в большом объёме. В большом объёме это тебе и говядина, это тебе и свинина, и даже борьба. Я не знаю, вот не успела свериться с рекомендациями ВОЗ сегодня, но я встречала очень много публикаций по красному мясу как к канцерогенному фактору. Цереброваскулярные болезни на третьем месте и на четвёртом месте болезни органов пищеварения. Органы пищеварения у нас встречают не только за снабжение организма питательными веществами, но и за иммунитет. Как мы знаем уже все, взрослые люди, надеюсь, да. Ну вот у нас такие догадки, Лариса Александровна, что январь – месяц здоровья и месяц просветительской работы по здоровому образу жизни и здоровому питанию именно в связи с праздниками. Это так? Ну, будем надеяться, что так. Ну и в начало года закладывается какой-то фундамент, вот именно правильное питание – это фундамент профилактики всех тех последующих заболеваний, которые пойдут в феврале, марте, апреле и мае. И так далее. Поэтому будем так расценивать. То есть это для тех, кто с 1 января всегда начинает новую жизнь, как раз начать новое питание с понедельника. Совершенно верно. Ну давайте мы тогда обратимся к программе Минздрава Кировской области, которая вот на этот месяц, собственно говоря, расписана. Чем занимаются специалисты Минздрава? Какие проводят мероприятия? Чему они посвящены? У нас 17 января с 14 до 15 состоится прямая линия. Это будет четверг? Это будет четверг, да. Там на вопрос буду отвечать я. По телефону 38 13 23. 29 января в 14.00 по адресу Герцена 49 научно-медицинская библиотека состоится лекция. Тоже буду проводить ее я. Особенности питания у пациентов старшей возрастной группы. И в режиме каждый день во всех лечебных учреждениях проводятся тематические мероприятия, лекции, консультации, оформление тематических стендов. Сотрудники Центра медицинской профилактики работают и с немедицинскими учреждениями, с учреждениями образования, чтобы эти знания какие-то... Это работа с молодежью. Это работа с молодежью, да. Это и школы, это и вузы, и СУЗы. У них там свой график, в который я, честно сказать, не вдаюсь подробностей, но они работают. И с теми людьми, которые на протяжении года общаются, с учащимися и с молодежью, и непосредственно. Давайте поговорим о горячей линии, которая состоится 17 января в четверг с 2 до 3 часов дня по телефону 38 13 23. Это ведь не первая уже горячая линия. Нет, это постоянно. Пользуется ли она популярностью? Пользуется. То есть идут звонки. Ну, 5-6 звонков за час бывает. Потому что, когда дозвонившийся, ему надо ответить и пояснить. И требуется определенное время. А что чаще всего спрашивают люди? Разные вопросы. Набор веса беспокоит. Там у кого-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, у кого-то с онкологией, у кого-то проблемы с почками. То есть у кого что беспокоит, тот и задают вопрос. Какая возрастная группа в основном звонит по телефону горячей линии? Ну, я бы так сказала, от 30 и старше. От 30 и старше. Потому что в нашем представлении пенсионеры звонят. Очень активно, кстати. Пенсионеры очень активно звонят. Поэтому у вас и лекция. Особенности питания у пациентов старшей возрастной группы, наверное, в библиотеке имени Герцена. Значит, когда человек звонит на горячую линию, какая информация от него требуется для того, чтобы человек получил консультацию от вас? А там уже по ходу задаются вопросы. То есть обозначаются проблемы, и уже те вопросы, которые помогут мне какую-то дать рекомендацию или помочь как-то выйти из этой ситуации, уже задаются. Я звоню на телефон горячей линии 38 13 23 и говорю, Лариса Александровна, здравствуйте, меня зовут Светлана, вы знаете. Я вот постоянно набираю сейчас вес в январе месяце и сбросить его никак не могу. О чем вы меня спросите? Ну, во-первых, я вас спрошу, какой режим питания, да, то есть интервал определенный должен быть. Второй вопрос, это когда был последний прием пищи, то есть когда у вас состоялся ужин, когда вы спать ложитесь, сколько часов вы спите. Это тоже влияет на набор веса. Много ли в вашем рационе простых углеводов? Ну и вот какие-то такие моменты, и потом уже просто смотрится. А я вас буду спрашивать тогда, как влияет режим сна и количество, ну, там… То есть нужно спать много или поменьше? Режим сна, знаете, мое здоровье. Какое отношение к питанию он имеет? Мы, организм запрограммирован, как можно дольше нас держать в состоянии жизни. Поэтому, когда выбивается из того, что у него написана норма, это считается все стрессом. И вот если сон не состоялся, тот, который должен быть там с 22-23 часов, а организм тоже спит, когда солнышко заходит, поэтому надо вот это время все-таки учитывать, это для него стресс. И он будет просто набирать вес. То есть если я не сплю или ложусь спать поздно, это тоже может быть причиной набора лишнего веса. Что касается последнего приема пищи, об этом тоже большая дискуссия, идет популярное мнение. Канонические 6 часов вечера. 6 часов вечера и больше ни-ни. До сих пор существует эта норма? Или ученые какой-то другой, и медики другой нормы придерживаются? Вообще от 3 до 4 часов. До сна. До сна. Но мы должны учитывать вот это вот правильно, что режим должен быть дня правильный. То есть это не значит, что если вы в час ночи ложитесь, то можно поужинать, соответственно, там в 11 и позже. И лечь в 3 часа. И лечь в 3 часа. То есть это на правильный режим дня. То есть если мы ложимся с вами в 10, в 11 вечера, значит, у нас ужин должен быть, соответственно, минус 4 часа. Ну и вот, например, тибетские монахи вообще считают, что прием пищи должен быть в интервале 9 часов вообще. Вот вы, например, проснулись в 6 утра, значит, у нас в 9 часов это будет... 3 часа дня. 3 часа дня. Не, ну в 7, ну в 6 проснулась, в 7 поела, значит, 4 часа дня. После этого все. Я сразу подумала, что, наверное, я потерплю до обеда. Лучше оставим в 6 часов вечера. Мы не тибетские монахи, у нас еще дети, к тому же, если у кого-то есть мужья, это очень сложно, конечно, соблюсти. Что касается простых углеводов, по-прежнему ли тоже есть... Во-первых, что такое простые углеводы, и почему простые углеводы, это такой вопрос, который диетолог задает. Ну, простые углеводы, это то, что с природой не создано. Это то, что создал человек. Сахар. Да, сахар, мука высшего сорта, ну и все, соответственно, что будет вот из этого сделано, да, получается. Поэтому, когда они попадают в организм, там особо затрат не нужно. Они сразу всасываются в большом количестве, и это все идет туда, куда вот не хочется, чтобы оно уходило. Но кроме того, что Вы сейчас говорите о наборе веса, кроме банального набора веса, идет туда, куда не хочется, все-таки простые углеводы, как еще мы негативно на здоровье могут влиять? Нет, ну они, естественно, повышают и цифры сахара крови, да, который вот тоже заставляет больше вырабатывать инсулина, соответственно, больших усилий прикладывает и поджелудочная железа, чтобы выработать этот инсулин. Ну, как бы она в режиме гиперфункции будет существовать в это время. Поэтому, ну, простые углеводы, они вот, поэтому и спрашивается, вот много ли Вы употребляете там, как часто, потому что это ведет не только к набору веса, но и вот проблемам потом эндокринных вопросов. Мы должны прерваться на полминуты и напоминаем, что разговариваем мы с Ларисой Сидоренко, главным внештатным специалистом-диетологом Министерства здравоохранения Кировской области. Сейчас в Кирове и области идет месяц здорового питания, и мы пытаемся получить советы от специалистов, это во-первых, а во-вторых, рассказать, где и какую информацию этот месяц Вы можете получить, если Вас интересует вопрос здорового питания. Продолжаем разговор о месяц здорового питания в Кировской области. Уделяйтесь, я не знаю, и прикиньте, как Вы питались здорово в течение этого месяца, у кого какие застолья были. Идем разговор с Ларисой Сидоренко, главным внештатным специалистом-диетологом Министерства здравоохранения Кировской области. Закончили мы на быстрых углеводах, да, по-моему? В Кировской области на 29 января в 2 часа дня будет лекция «Особенности питания у пациентов старшей возрастной группы». Давайте об этой возрастной группе поговорим. Вы можете прям даже краткую какую-то лекцию сейчас прочитать, на что нужно обратить внимание. И не поздно ли? Не поздно ли людям в этом возрасте задумываться о здоровом питании? Ещё интересует, а то есть то, как тебе нужно питаться, зависит от того, сколько тебе лет? Да. И вот какова тут зависимость? То есть как нужно питаться, например, мне и как нужно питаться моей маме, условно говоря? То есть в чём здесь должна быть разница? Ну давайте, мама уже выросла давно, вы недавно выросли, а дети ещё растут. Соответственно, ну даже чисто по таким фундаментальным наукам, как физиология, есть разные показатели, сколько белка в сутки, сколько жира, сколько углеводов. Поэтому вот именно группа, которая уже возрастная, у неё уменьшается количество белка, соответственно, уменьшается жир и калорийность. Но в связи с чем это происходит? Потому что обменные процессы, они уже, ну вот, так же начинают медленно ходить, как и люди в этом возрасте. Поэтому им не нужен перегруз. К этому времени уже какие-то органы уже работают, работают и уже, ну, можно сказать, начинают изнашиваться. То есть им тоже не нужен перегруз. Есть особенности. Поэтому вот эти особенности мы и будем проговаривать. Меня интересует вот какой вопрос. Люди старшего поколения, у них зачастую сформировано уже, сформировано пищевое поведение. Привычки, от которых очень сложно отказаться. Мы знаем прекрасно, что пожилые люди и из-за привычек, и ещё в силу того, что очень у многих уровень жизни не слишком высок, да. Не такая большая пенсия, не такие большие зарплаты. Они любят покупать продукты по скидкам, затариться большим количеством консервов, да. Солового мяса. Да, да, да. Консервов дешёвой колбасы подешевле, да, чтобы колбаса. Вот это вот вся история. Им, как мне кажется, очень сложно, очень сложно психологически, а может быть и материально скорректировать своё пищевое поведение, да. Вот выбрать правильный график питания. Вы, может быть, развеете сейчас мои сомнения и скажете, что и на небольшую сумму можно питаться, вести здоровый образ жизни и питаться здоровыми продуктами. И насколько действительно всё-таки можно повлиять на сложившееся пищевое поведение у пожилого человека? Ну, я думаю, что когда приходят на такие лекции, уже приходят мотивированные что-то взять для себя. Они уже болеют, эти все люди, или нет, они просто думают о здоровом жизни? Нет, может быть, это просто осознание. Нет, я не думаю, что к этому возрасту человек такой, как сохранил себя от адреса. Но все болеют, понятно. Ну, естественно, но они же уже приходят мотивированные что-то взять и что-то изменить в своём. Но те, кто пришёл, грубо говоря, уже готовы к изменениям, готовы вносить какие-то коррективы. Да, вот это один момент. Второй момент. Здоровое питание, я не скажу, что оно дорогое, потому что 70% у нас должны составлять сложные углеводы, которые содержатся в крупах. И на сегодняшний день крупа, ну, это не секрет, самый дешёвый продукт. Поэтому, чтобы составить свой рацион правильно, он не будет там заулочную стоимость иметь. Тем более, что мы уже сказали, красное мясо нам не так часто надо. Чаще это рыба, птица. Соответственно, опять стоимость продуктовой корзины уже, она более такая реальная. Я не думаю, что вот имея какую-то пенсию, ну, человек может не позволить себе правильно питаться. Просто нужно акцентировать такие моменты, чтобы он это знал. Например, чтобы в рационе были омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые, к сожалению, наш организм не может образовывать ни при каких условиях. И обязательно должны продукты, которые это содержат, быть в рационе. Например? Какие? Это жирные сорта рыбы холодных морей. Что это такое? Сельдь, сайра, сёмга, скумбрия. То есть сельдь и скумбрия наши любимые российские продукты, они обеспечивают нас омега-3. Если мы возьмём сельдь в любой вариации, но учитывая, что соль это не есть хорошо, так что, ну, лучше, чтобы в вариации это не солёная была, да? Вот, например, мы берём сельдь и форель, да, или сёмгу тоже, которая задерживается. То есть мы сравниваем. Сравниваем, да. Мы же можем свою продуктовую корзину наполнить не сёмгой с форелью, а скумбрией и сельдью или сайрой. Абсолютно другая ценовая политика. Но при этом мы получим, если не больше, полезных веществ из-за этих сортов рыб. Но сайра не такая вкусная, как форель. Ну, это смотря что, ты знаешь, вот на самом деле кто-то любит киньку, например, очень. То есть сель плавает в свободных водах. Они выращиваются на фермах и не подкармливаются удобрениями, что называется. Если какие-то там проблемы, ну, бывает человек, что не любит рыбу, да, ну, тогда просто надо брать рыбий жир в аптеке. Ну, мне вот кажется, который дороже, чем селёдка. Ну, это зависит тоже, мне кажется, от производителя. Ну, мне кажется, на самом деле очень большая проблема, но если не брать, например, даже старшую возрастную категорию, а просто вот нашего возраста, проблема в элементарном меню. Грамотно составить меню. Да, я вроде бы знаю, что вот эти продукты можно есть, вот эти, вот эти. Но это скучно, однообразно. А каких-то вот рецептов, блюд, которые были бы одновременно вроде бы и вкусными. Книги о вкусной здоровой пище. Да, возможно, то есть вот те плакаты, о которых мы говорим. Ой, давай мы об этом сейчас как раз спросим. То есть вот, например, если в больнице повесить плакаты, там будет меню из 12, например, блюд, которые и вкусные, и недорогие, и полезные. Мне кажется, это вообще прекрасно. Там всегда будут люди. Давайте поговорим об этой информации, которая распространяется в поликлиниках, да, и в брошюрах, которые издаёт Минздрав. Она чему посвящена? Вот есть там меню, например? Нет, меню нет. Но я вот считаю, что это вообще не выход из ситуации, потому что если выкладывать меню, соответственно, каждому блюду надо делать раскладку. Конечно. То есть... Дома сделать это сложно. Нет. Подсчитать там колораж. Вы не будете, вот поверьте, вы дома не будете это делать. Вот если возьмёте вы, и вы делаете одно блюдо, оно получится всё равно с разным вкусовым каким-то компонентом, и по калорийности уже стопроцентно будет разным. Здесь просто нужно знать, что должно быть в рационе, вот, ну, как сказать, наполнение какое должно быть. Я поддерживаю Дашу, и я считаю, что это классно, вот, может быть, на следующий год, если Минздрав в Кировской области в качестве пропагандистских материалов издаст брошюры с меню для людей разных возрастов. Я почему это говорю? Сейчас в Инстаграме очень распространены так называемые фитнес-марафоны. Это когда несколько людей объединяются на подписку на одного человека, им высылают не только программу какой-то физической подготовки, но в том числе и вот это меню, вплоть до рецептов. Потому что просто сказать, что вот крупа – это здоровое питание, мало. Нам некогда этим заниматься. Мне вот эта вот крупа ничего на самом деле не говорит. А когда мне конкретно присылают блюдо, которое вкусное, но уже за меня его рассчитали специалисты, что в нём вот столько-то калорий, такое-то соотношение белков, жиров, углеводов, рассчитанное как раз на мой возраст. Я его просто приготовила и съела. И вот у этих марафонов очень хорошие отзывы и очень хорошие показатели. Когда люди отписываются, говорят, да, я вот сбросил столько-то, я изменил свои вкусовые привычки. То есть тебе не просто сказали, что ешь больше рыбы, а что рыбу можно приготовить вкусно, что куриная грудка может быть вкусной. Можно не просто её приготовить на пару, но сделать её как-то вкуснее. Вот такие вот моменты. Ну, это уже надо разговаривать с технологами, то есть со специалистами, да, которые могут как-то влиять на вкусовые качества путём там добавления каких-то специй. Но здесь я просто, наверное, вижу больше момент организованности, потому что одному человеку очень проблематично себя организовать. А вот когда эта группа идёт, и ты вроде как бы не хочешь выбиваться из строя, естественно, что будет результат. Я набираю в интернете особенности правильного питания у женщин после 40 или 45 лет для себя специально. И вижу содержание статьи. Трансформация в организме после 40 лет, норма веса, причины полноты, ключевые правила питания, важный фактор похудения, наиболее подходящие продукты для похудения, запрещённые продукты, примерная диета на 7 лет, советы диетологов. На 7 лет? На 7 дней. Советы диетологов. Советы диетологов. И для меня это руководство к действию. Я как человек работающий, некогда мне сидеть и стоять в магазине, ломать голову, какая крупа, чего я там буду готовить. Мне некогда об этом совершенно думать. Отдельное меню для себя, отдельное меню для ребёнка, отдельное меню для того парня. Значит, вот некогда совершенно. Мне кажется, что это хорошая история, надо будет обсудить это с Минздравом. Возможно, да, это не на постоянном, но вот в рамках каких-то там месяцев здорового питания выпускает действительно вот такую вот брошюрку, которую можно распространять в тех же самых поликлиниках, чтобы человек посмотрел. И взял с собой. И взял с собой. Ну вот здесь, кстати, очень важный вопрос. Мы ведь не зря с Дашей об этом говорим. Ещё очень важный вопрос про диеты. Потому что есть... Интернет тебе даёт всё, что угодно. Есть полезные советы действительно какие-то, которые твоему организму помогут. А есть экстремальные совершенно вещи, и время от времени народ ими увлекается. Вот насчёт диет, как к ним относиться, и что такое вообще правильная сбалансированная диета, мы поговорим после короткого перерыва. Дневной разворот. Мы продолжаем. Дарья Топузлива, Светлана Занько. Мы сегодня говорим о месяце здорового питания, о котором январь объявлен у нас в Кировской области, и разговариваем с Ларисой Александровной Сидаренко, главным внештатным специалистом диетолога Министерства здравоохранения Кировской области. Что скажете о диетах, Лариса Александровна? Как подходить к ним? Можно ли пользоваться диетами? Диета – это питание, когда уже состоялось заболевание, и чтобы его содержать в стадии не обострения и профилактики, вот тогда должна быть диета. Человек, который здоров, у него должно быть просто правильное рациональное питание. Видите, временной промежуток маленький, конечно, это всё так не уложить. Но если человек питается правильно, это профилактика всего. Вот всех заболеваний, которые называются элементарно зависимые. Извиняюсь. Что такое элементарно зависимые заболевания? Это заболевания, возникающие в результате нарушений питания, которые формируются… Например, какие? Ну, это тоже ожирение, тот же сахарный диабет второго типа, который идёт, тот же эндемическое содержание малой йода, когда формируются проблемы с щитовидной железой. То есть те, которые завязаны именно на дефекте какого-то питания. Вот мы, кстати, я не помню, это в эфире сказали или за эфиром, когда мы обсуждали как раз режим питания наших предков, про бабушек уже, и про дедушек, и про пра. Мы говорили о том, что… И тоже рассуждали насчёт продуктов и стоимости, и всего прочего. Мы вспоминали с Ларисой Александровной наше детство, как мы проводили детство в деревнях, и чем там питались люди. И Лариса Александровна сказала, что в картошке… В среднем… В среднем… В среднем… В среднем размере примерно половина нормы йода. Половина нормы йода. Суточные потребности. Ну, наверное, не картошки фри, конечно. Я имею в виду картошка, которую берёшь в руки… И дальше что запекать, отваривать там есть. И я как раз вспоминала там свой опыт канадский, когда я впервые увидела, что пюре может быть с какими-то коричневыми такими вкраплениями. Семья, в которой я гостила, они делали пюре даже картофельное, исключительно из картофеля с кожурой. У меня друг так делал, мы всегда над ним смеялись, он называл это пюре с псевдотушёнкой. Он просто варил картошку в мундире, и вот так вот всё это вместе. По внешнему виду так напоминало, но на самом деле картофель с кожурой, если это картофель с вашего приусадебного участка, и вы знаете, какими удобрениями вы удобряли, это тоже полезный продукт. И всё-таки, Лариса Александровна, ещё такой вопрос существует, что вот есть какие-то общие правила, а есть индивидуальный организм. Должен ли человек в какой-то момент обратиться к диетологу для того, чтобы составить себе правильную диету питания? И вы проводите, вот сейчас я вижу, что 24 января запланировано проведение в виде конференции для участковых врачей, педиатров, терапевтов, врачей общей практики, фельдшеров, специалистов кабинетов и так далее. Часто ли врачи первичного звена спрашивают людей о том, как они питаются и дают рекомендации? Я думаю, что на каждом приёме всё равно какая-то мини-информация до пациента доходит, потому что если есть проблемы с заболеванием, значит, что-то оговаривается. А дальше уже пациенту просто даётся наводки, куда и что идти. Если его это не устроит, то что даст участковый терапевт или педиатр. У нас есть в поликлиниках штатные диетологи? На сегодняшний день нет. А где эти диетологи находятся? Сегодня все вопросы, которые связаны с нарушением каких-то элементарно зависимых заболеваний, берут на себя эндокринологи. Просто такая вот ситуация штатная. То есть получается, что на приём к специалисту ты попадёшь уже, когда, грубо говоря, поздно пить боржоми. То есть нет такого, чтобы просто человек сам мог наперёд. Нет, почему? В центрах же есть, если там вопрос какой-то возникает. Но это не вопрос поздно пить боржоми. Это надо вот с третьего, четвёртого класса, чтобы ребёнок знал какие-то вещи. А откуда их узнать? Вот этот вопрос мы не задаём. Нет, мы сейчас только, когда передача начиналась, мы уже проговаривали, что специалисты центра медицинской профилактики работают с учреждениями образования, то есть работают с детьми. А с теми, кто уже выпустился из школы, но не успел овладеть этой информацией. Ну, то есть я говорю, вот, например, я, да, то есть у меня нет каких-то ярко выраженных заболеваний пищеварительного тракта. Но мне хотелось бы понять, как мне грамотно скорректировать силу питания, не погуглив и не узнав там о каких-то диетах. Куда дари пойти? Кому обратиться? Мне сказать, я хочу перейти на здоровье, хочу питаться правильно. Но я не верю специалистам, которые в интернете. Я хочу обратиться к специалисту, который действительно работает, у которого есть медицинское образование, и который бы мне сказал, что она должна сделать? Дарья, вам столько-то лет, и вам нужно питаться вот так. Вот чтобы оценить, как Дарья питается, первое, что нужно сделать, это провести дневник. Потому что, если вы не сделаете дневник и перейдёте к любому специалисту и рассказываете, я вот ем это, 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 ну, немножко будет сказкой. Из опыта, а когда вот всё излагается на бумаге, когда вы что в рот кладёте, то записываете, когда вы кладёте, записываете временной, тогда уже видны ваши ошибки, видны ваши недочёты, или там наоборот что-то. Может ли человек, вот Дарья, она ведёт неделю пищевой дневник, она берёт свою медицинскую карту, этот дневник, и ищет диетолога. Вы так и не сказали нам, где их найти, этих диетологов. Ну, обращайтесь ко мне, больше я не могу её сказать. Лариса Александровна Сидоренко, я знаю, что, конечно, в платных клиниках диетологи штатные есть, и они очень активно работают, и пользуются безумной просто популярностью, просто безумной. У поколения моего, и уже даже чуть помладше, и уж тем более постарше, буквально каждый человек имеет там, человек работающий активно, имеет консультацию диетолога, и прям поваленно сейчас на самом деле этим занимается больше даже мужчина, чем женщина, я вам скажу. Это можно проследить и по здоровому образу жизни, по фитнесу, отказу от алкоголя, от курения. Это вот прямо сразу видно. Вместе с питанием они идут в связки обычно. Ну, и насколько я знаю, сами врачи-специалисты часто получают просто дополнительную специализацию по диетологии конкретной, и начинают работать в этом направлении как раз-таки из-за того, что спрос-то высокий. Высокий спрос. Но в поликлиниках у нас это, видимо, не входит в какую-то систему. Но мы будем стремиться увеличивать штат. Потому что есть определённые всё-таки условия, что мы будем стремиться к этому. А мы спросим. У нас приходит в четверг Дмитрий Александрович Курдюмов в эфир. Он как раз будет нам рассказывать в том числе и по гериатрической помощи, которую хотят развивать очень активно в Кировской области. Мы у него спросим. Он нам скажет, есть ли такие планы или нет на расширение штата диетологов. Не будем мучить Ларису Александровну этим вопросом. Вы за него не отвечаете. Напоминаем ещё раз, что 17 января с 14 до 15 пройдёт горячая линия, прямая телефонная линия по телефону 38 13 23, где Лариса Сидоренко, главный внештатный специалист, диетолог Минздрава Кировской области, будет отвечать на ваши вопросы. Но надо, кстати говоря, поговорить о детях, безусловно, потому что вот мы уже начали, там затронули вопрос, что ребёнок должен знать, что он ест, как он ест, из молодых ногтей. Мы должны воспитывать культуру, культуру пищевую. В семьи, как мне кажется, российские эта пищевая культура только-только приходит. Ну вот только-только приходит. А уж если мы посмотрим на школьное питание, Лариса Александровна, то вот говорить о том, что там какое-то здоровое, здоровое пищевое поведение складывается ребёнка, не приходится. Я понимаю, что, конечно, есть нормы там, все там и так далее. Но вот дети, перешагнув за начальную школу, они покупают батончик шоколадный и в соседнем магазине газировку. Вот как они питаются. Ну это ведь, опять-таки, всё это должно идти из семьи. Если ребёнку вложено, что ты лучше съешь яблоко, а не батончик или газировку. Ну я понимаю, что это ребёнок, и у него будет соблазн. Но будет хотя бы через раз. Я сейчас можно немножко как бы в свои руки чуть-чуть возьму. Потому что всё-таки через вот этот микрофон хотелось бы донести какую-то полезную информацию в плане того, чтобы у людей, ну, чётко в голове что-то сформировалось. Давайте начнём от режима. То есть у нас должно быть как минимум четырёхразовое питание. Как минимум. Интервал должен быть не менее трёх, но максимум четырёх часов. То есть все соки, которые внутри у нас образуются для переваривания пищи, они выбрасываются только тогда, когда попадает еда. И если интервал более трёх часов, то мы можем привести к образованию камней желчного пузыря. Поэтому обязательно, вот если сейчас говорим про детей, значит, их обязательно нужно мотивировать каждые три часа что-то кушать. Естественно, правильно что-то кушать. Второй момент. Обязательно должен быть завтрак. Это очень важный приём пищи. Вы можете отказаться от ужина, но вы не имеете права отказаться от завтрака. Завтрак заводит обмен веществ. Это, опять-таки, профилактика снижения веса и отсутствие набора лишних килограммов. Что считается завтраком? Приём пищи в первые час-полтора. Некоторые вообще говорят в первые полчаса, но я немножко не представляю, как это сделать. После полчаса? Да, вот вы проснулись и в первые 30 минут ну, давайте будем среднее брать в первый час от момента просыпания. И дальше вы уже считаете. Неважно, что вы проснулись в 12 часов дня. Вы всё равно должны вот этот интервал соблюсти. Про ужин мы с вами уже обсудили. То есть ужин 3-4 часа до сна, это при условии, что правильный режим дня. Дальше, что мы говорим? Больший объём калорий, будем так, больший объём пищи, это всё-таки должен быть до 3 часов, до 15.00. Почему? Потому что мы с вами часть природы. Если с утра природа оживает, и у неё идут процессы катаболизма, распада, то после обеда, ближе к вечеру, природа засыпает. И у нас начинается процесс анаболизма набора. Поэтому, опять-таки, если мы с вами... Тибетские монахи не так и не правы. Они правы. То есть, если мы с вами, вот, допустим, опять-таки, смотрите, вот мы говорили, да, что вы дали там, получила правильную консультацию. Если у неё, при условии, что у неё 2100 килокалорий, нормальный по калорийности, да, рацион. Но если она вот эту калорийность перенесёт на вторую половину дня, то, естественно, у неё будет набор веса. Если она эту калорийность разобьёт на два приёма пищи основных, да, опять будет набор веса. То есть, там, ну, такая физиология. Я сейчас просто сейчас, ну, не место и не время. Это обязательно всё нужно учитывать. Поэтому вот, ну, наука та советская, она очень даже фундаментальна. То есть, есть завтрак, есть обед, есть перекус и есть ужин. Соответственно, завтрак одно блюдо, и там плюс что-то, обед два блюда, и плюс что-то, да. То есть, опять-таки, калорийность, вы опять видите, что она была в первой половине дня больше за счёт завтрака и обеда. Вот эти моменты. И ещё хотела бы, ну, так, в режиме нон-стоп проговорить обязательные компоненты, которые должны всё-таки контролироваться. Вот это поступление белка, ну, я тут не буду говорить цифры, это можно там в интернете найти. Белок в организме не имеет запасов. То есть, ему обязательно, каждый день должны поступать вот эти вещества. Что из себя представляет белок? Ну, белок – это жизнь наша, да, это способ существования живых тел. Поэтому, вот, за этим нужно обязательно смотреть. Учитывая, что иммунитет – это антитела тоже белковые, да, если ребёнок недополучает белка, ему не ищет выстроить антитела. Это обязательные условия. Дальше мы уже с вами проговорили про омега-3, которые тоже в обязательном порядке. У них очень много функций. Ну, мы не будем так говорить. Единственное, вот хочется просто сказать, что 3% серого вещества состоят из омега-3. То есть, это наша умственная способность и ребёнка того же, его способность выдержать 40 минут внимания на учителя и заниматься этим. Если он не выдерживает, это не значит, что он хулиган. У него просто не в состоянии серое вещество сделать это, потому что у него не хватает структурного компонента. Проводились исследования энцефалограммы у детей, у которых недостаток омега-3, они более низкий имеют график, потому что более низкий импульс идёт. зрительный анализатор очень много там содержит. У нас сейчас дети страдают многие зрения, да, у них тут. Тут вот здесь надо разбираться. И ещё какой бы момент я хотела отметить, это пищевые волокна, которые обязательно должны быть, они у нас внутрь нашего организма не проходят, но имеют очень большое значение для сохранения здоровья. Ну, так вот, условно говоря, в скобочках можно сказать, это как адсорбент. Это каши и это сырые овощи. Это овощи. Или дополнительные пищевые добавки. Овощи в любом виде, кроме картофеля, сырые, там, запечённые, и это цельнозерновые крупы. То есть не быстрого приготовления. Ну, вот другие консультации от Ларисы Александровны Сидоренко вы сможете получить по телефону 38 13 23 в этот четверг с 2 до 3 часов дня будет прямая линия. А пациенты старшей возрастной группы могут прийти в библиотеку имени Герцена 29 января в 2 часа дня и прослушать лекции. Светлана, не Герцена, а Герцена 49 медицинская библиотека. Герцена 49 медицинская библиотека, да. Герцена 49 медицинская библиотека. И задать там свои вопросы, наверное, тоже смогут. Благодарим Ларису Сидоренко, главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава Кировской области. Через 20 минут во втором части дневного разворота будем говорить с Михаилом Шиховым, депутатом Кировской городской думы о мусоре. Субтитры создавал DimaTorzok